В Шемкенте ко дню столицы 30 семей получили новые квартиры. Свои квадратные метры в доме, построенном подружной карте занятости, получили выпускники детских домов, малообеспеченные и многодетные, а также семьи из неблагополучных районов области. По словам специалистов, за последние два года по госпрограмме жильем обеспечено уже 480 южноказахстанских семей. Этот высотный дом на 63 семей построен по госпрограмме в микрорайоне Нарусат. Сегодня в него въехало более 30 семей, которые в жилье нуждаются особенно остро. Новоселье отметила и выпускница детского дома Зарета Курман-Гужинова. Девушка всегда мечтала о собственном доме, тёплом и уютном очаге. Не ожидала, что я получу, но я знала, я надеялась. У меня такое чувство, что не передать словами. Я не знаю, куда деть свои эмоции, потому что это и радость, и слёзы. Но я знаю, что если это слёзы, то это слёзы счастья. По этой же программе Зарета получила работу в музыкальной школе. Ольга Кривцова ожидала жилья почти 10 лет и сегодня долгожданный день настал. Уже будет легче. Мы 8 лет снимали жильё, ездили по квартирам. Теперь у нас своё жильё над головой. За последние два года новосёлами стали 187 из числа сирот, 95 пар воспитанников детских домов. Ещё 129 семей переселены из сёл с низким экономическим потенциалом. Для них было построено 6 многоэтажных домов. На строительство этих домов из бюджета республиканского было затрачено порядка 2,6 миллиардов тенге. На сегодняшний день полностью были завершены выдачи. Сегодня мы, в принципе, заселяем самый последний дом. Сегодня, получается, 31 квартира должна быть заселена именно участниками программы, которая соответствует требованиям программы. Из 17 неперспективных населённых пунктов Южного Казахстана планируется переселить более 450 семей. И дети будут учиться в школах, а трудоспособные граждане получат работу. Наталья Цуерблат-Абишев, Тармахабик Муратов, Южно-Казахстанская область.